Оперативниками отдела уголовного розыска Управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления МВД России по городу Москве задержаны предполагаемые участники организованной группы, которая занималась кражами у граждан дорогостоящих мобильных телефонов. По предварительной информации, криминальный бизнес был тщательно спланирован. В качестве исполнителей преступления использовались несовершеннолетние девушки, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности. Их жертвами становились пассажирки метро, которые на станциях общались с помощью дорогостоящих мобильных устройств и затем убирали их в карманы верхней одежды. Совершавшие кражи подростки работали в парах. Одна из них отвлекала жертву и закрывала от окружающих вторую участницу, которая незаметно вытаскивала смартфон. Другие члены группы занимались разблокировкой похищенной техники, уничтожением информации на мобильных устройствах и их продажей на радиорынке. Полученную прибыль организатор распределял между участниками криминальной схемы. В результате специальной операции сотрудниками полиции и спецподразделений Росгвардии был задержан предполагаемый лидер организованной группы, 70-летний житель столицы, а также четверо его возможных соучастников – жители Москвы и Московской области. В ходе обысков по местам их проживания, а также на одном из столичных рынков, изъяты компьютерная техника, носители информации, более 1300 аппаратов мобильной связи и иные предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Троим подозреваемым избрано меропресечение в виде заключения под стражу, а двум другим в виде домашнего ареста. В настоящее время установлена возможная причастность фигурантов к четырем эпизодам краж, ущерб от которых составил более 200 тысяч рублей. У следователей имеется основание полагать, что участники группы могли совершить несколько десятков аналогичных преступлений. Полицейскими проводится работа по идентификации изъятой мобильной техники и установлению личностей предполагаемых потерпевших.